Вести Карачаева, Черкесия Приказом руководителя Росреестра Олега Скуфинского, руководителем Управления Росреестра по Карачаевой Черкесской Республике назначена Аминат Батчаева. Главе Карачаевой Черкесии Рашиду Тюмрезову ее приехал представить руководитель Управления Росреестра по Северокавказскому федеральному округу Вячеслав Песков. Обсудили с коллегами актуальные задачи, стоящие перед территориальным ведомством, формат взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления Карачаевой Черкесии. «Наша главная совместная задача – оперативное решение вопросов государственной регистрации права собственности и кадастро-картографии по запросам граждан и юридических лиц», – отметил Рашид Тюмрезов. Он также добавил, что важный элемент работы ведомства – цифровизация и использование современных информационных технологий при отработке запросов. В Республике налажено тесное взаимодействие между ведомством и МФЦ, куда могут обратиться граждане и получить необходимые документы. Участники встречи договорились, что в ближайшее время будет усовершенствована работа специалистов на телефонах обратной связи Управления Росрегистра по Карачаевой Черкесии для консультации 25 05 55. Глава Карачаевой Черкесии Рашид Тюмрезов провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федерального агентства водных ресурсов Натальи Сологуб, которая с рабочим визитом посетила Карачаево-Черкесию. Она лично оценила качество выполненных работ на двух завершенных объектах кообстроительства – берегоукрепительных сооружений вдоль реки Уруп в станице преградной и реконструкцию дамбы реки Тиберда в городе Карачаевске. Эти объекты были построены и введены в эксплуатацию досрочно. Наталья Сологуб дала высокую оценку данных объектов и регионов в целом. Рашид Тюмрезов, в свою очередь, подчеркнул, что благодаря поддержке Федерального агентства водных ресурсов в Карачаево-Черкесии за последние годы проделан большой объем работ по берегоукреплению, расчистке русел рек и водоотведению. В Черкесии прошло торжественное собрание, посвященное 95-й годовщине со дня образования Государственного пожарного надзора. В нем приняли участие члены правительства региона, руководители правоохранительных органов, общественных организаций, делегации из городских округов и муниципальных районов республики, ветераны и личный состав чрезвычайного ведомства. По традиции, в праздничный день наградили самых достойных сотрудников и ветеранов службы. Комментирует информацию начальник главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской республике Александр Голоколенко. Отмечается юбилей 95-летия образования органов Государственного пожарного надзора МЧС России. Хотелось бы в этот прекрасный день поздравить всех действующих сотрудников с праздником, пожелать им крепкого здоровья, успеха в службе, на благо Карачаево-Черкесской республики, граждан Российской Федерации. Также хочу отметить большой вклад в развитие Государственного пожарного надзора нашим ветеранам. Искренние слова сказать им благодарность и пожелать также крепкого здоровья. За прошлый год в Карачаево-Черкесии заключили 1902 социальных контракта. 223 из них заключили жители Черкеска. Социальный контракт – это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с отдельными людьми или семьями, доход которых по независимым от них причинам не достигает регионального прожиточного минимума. Эта мера поддержки второй год помогает людям выйти из трудной жизненной ситуации или увеличить доходы. По всем вопросам заключения социальных контрактов можно обратиться по номеру телефона 26-14-17. Еще раз напомню, телефон 26-14-17. Субсидию, предоставляемую государством в размере 450 тысяч рублей на выплату ипотеки, теперь смогут получить семьи, где третий или последующий ребенок родится или будет усыновлен в 2023 году. Изменения в закон подписал президент страны Владимир Путин. Данную выплату разрешено использовать в счет частичного или полного погашения ипотечного кредита, оформленного до 1 июля 2024 года. Раньше программа действовала до конца первого полугодия 2023 года. Министерство туризма и курортов Карачаева Черкесии продлило конкурс на грантовую поддержку проектов малого и среднего бизнеса, направленных на развитие внутреннего туризма в нашей республике. Сумма гранта – от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от типа проекта. Срок подачи заявки продлен до 25 июля. Об этом сообщил министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Первое – это поддержка общественных и предпринимательских инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения. Это строительство некапитальных средств размещения, кемпинги, автокемпинги, обустройство жилых зон, создание и обустройство санитарных зон и так далее. Это первое направление. Второе направление – это поддержка общественных инициатив на развитие туристической инфраструктуры, которая включает в себя создание и обустройство пляжей на берегах, рек, озер, любых водоемов. Третье мера поддержки – это государственная поддержка инфраструктуры туризма. Данная категория в себя включает приобретение туристского оборудования любой направленности. Это создание и круглогичное функционирование плавательных бассейнов. Это создание новых туристических маршрутов, их обустройство, соответственно. Все меры поддержки, хочу отметить, включают в себя такие решения, как поддержка инклюзивного туризма. То есть в каждой категории направления можно претендовать и получать поддержку для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли путешествовать более комфортно. Концерт в московском Кремле. Фестиваль классической музыки под звездным небом Археза. Масштабное историческое шоу в региональной столице. Министр культуры Карачаевой Черкесии Зурапа Гербов анонсировал список мероприятий, которые состоятся в ближайшие месяцы в рамках празднования столетия нашей республики. Задача у нас ровно такая, чтобы каждый народ, а у нас их основообразующих пять, мог продемонстрировать и собрать воедино культуру свою хореографическую, вокальную, культуру народно-художественных промыслов, ремесел, традиции. Конечно же, все это мы постараемся сопроводить с кулинарией. И вот такой вот фестиваль культуры каждого из народов, чтобы выезжал условно в районы в гости друг к другу. В рамках реализации федерального проекта «Жилье» в Черкесске ведется строительство надземного автомобильного переезда через железнодорожное полотно, который соединит новый микрорайон в северной части города с обездной дорогой Лермонтов-Черкесск-Невиномыск-Домбай. Работы выполнены на 70%. Четырехполосная дорога значительно разгрузит автомобильный поток, а для пешеходов будут предусмотрены специальные проходы шириной не менее 2,5 метров. В настоящее время ведутся работы по изготовлению металлоконструкции для выполнения дальнейших строительно-монтажных работ. Завершение строительства объекта планируется в текущем году. А в рамках конкурса «Лучший учитель» четыре педагога смогут получить по 200 тысяч рублей. Преподаватели будут оценивать по их достижениям. Участвовать в конкурсе могут учителя со стажем не менее трех лет и имеющие нагрузку не менее 18 часов в неделю. Подробности сообщила министр образования и науки региона Инна Кравченко. Республика принимает участие в данном проекте. Это премии на присуждение лучшим учителям за педагогические достижения в размере 200 тысяч рублей. В этом году у нас будет четыре победителя. В настоящее время у нас ведется прием заявок и необходимых документов для участия в данном конкурсе. После того, как прием будет завершен, будет работать отборочная комиссия. И после будут уже объявлены результаты. Участвовать в конкурсе могут все педагогические работники, стаж которых в образовательных организациях не менее трех лет. Имеется нагрузка не менее 18 часов в неделю, то есть это ставка у педагогических работников. И есть определенные достижения, как в учебной, так и во внеурочной деятельности. Учитель истории и общества знания гимназии номер 19 города Черкеска Лариса Матунова представляет Карачаево-Черкесию на Всероссийском конкурсе «Учитель года России-2022». Педагог стала победителем регионального этапа профессионального конкурса «Учитель года» в этом году, организованного Министерством образования и науки Карачаева-Черкесии. Познакомиться с медиавизиткой и отдать свой голос за участницу из Карачаево-Черкесии можно по ссылке tichoofrussia.ru Здравствуйте, меня зовут Матунова Лариса Сергеевна. Я учитель истории и общества знания гимназии номер 19 города Черкеска. В этом году выпала честь представлять Республику Карачаево-Черкесию на Всероссийском конкурсе «Учитель года». Работаю учителем три года. До этого занималась искусством. Работала в образовательном центре менеджера и решила для себя стать учителем. Сравнивая и размышляя, я начала понимать, что именно работа с детьми, педагогика — то, чему хотелось бы посвятить свою деятельность. Для меня по-настоящему важно, чтобы каждый ученик нашёл в моих предметах для себя что-то интересное, чтобы у каждого из них загорелась искра, то, что поможет им дальше найти себя. Мы уже часть истории. Как в строках песни «Сансара» мы будем продолжаться в наших детях и учениках. Как получить на реализацию своей идеи несколько сотен тысяч рублей? Креативная молодёжь Карачаева-Черкесии может принять участие в грантовых конкурсах. Эксперты оценят их работы в ходе нескольких северокавказских форумов, которые пройдут в нашей республике в ближайшие месяцы. Какие ещё молодёжные мероприятия запланированы в нашей республике, рассказал министр по делам молодёжи Ибрагим Татаркулов. Это площадка, которую Министерство по делам молодёжи направило в качестве заявки для рассмотрения Федеральным агентством по делам молодёжи для организации и проведения окружных форумов и площадок на территории нашего субъекта. Наша заявка, как и МАХАР, как и Дни карьеры, была признана победителем Федеральным агентством по делам молодёжи, включена в план график мероприятий. И в рамках проведения данного форума некоммерческий сектор Карачаева-Черкесии-Северказского федерального округа получит возможность презентовать свои инициативы в целях получения грантовой поддержки. В этом году Управлением Государственной службы занятости населения совместно с нами, Министерством по делам молодёжи Карачаева-Черкесия, значит, запущена государственная программа оказания и содействия занятости молодёжи Карачаева-Черкесской республики. Данную инициативу мы считаем более чем актуальной. Мы благодарим Рашида Бориспиевича Темрезова, главу Карачаева-Черкесской республики, за поддержку. И как раз центр «Моя карьера» будет заниматься непосредственно деятельностью, направленной на оказание содействия в трудоустройстве и успешной самореализации молодёжи Карачаева-Черкесской республики в профессиональной деятельности. Мэрия Черкесской объявила в республиканской столице конкурс на лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий. Он приурочен к столетию Карачаевой-Черкесии. Принять участие в нём могут любые предприятия города, работающие в сфере торговли, общественного питания или бытового обслуживания населения. Правила просты. Необходимо зарегистрироваться на сайте «Активный горожанин», загрузить в раздел «Конкурс. Фотографии объекта до и после оформления здания или прилегающей территории, а также заполнить небольшую анкету. Продлится конкурс до 20 августа включительно». Комментирует информацию начальник отдела по связям со СМИ Мэрии Черкесска Армида Найманова. Всё открыто, честно. Мы специально сделали так, чтобы проект «Победитель» выбирали именно жители и гости нашего города. Чтобы все видели, как меняются эти здания и территории. Тот проект, который наберет большее количество лайков, он и станет победителем или призером конкурса. Призовых мест три. Первое место – это 100 тысяч, второе место – 70 тысяч, и третье место – это 50 тысяч рублей. В Карачаевске продолжаются ремонтные работы на стадионе «Саулук». Решение о его реконструкции было принято в 2020 году главой Карачаевой Черкесии Рашидом Тимрезовым в ходе рабочей поездки в Карачаевск. О том, какие работы будут проведены на объекте, рассказал главный архитектор бюро АРК «Проект» Ислам Крамшамхалов. Проводим реконструкцию всего стадиона, начиная от футбольного покрытия, заканчивая под трибунными помещениями и самими трибунами, и благоустройством привлекающей территории. После реконструкции на стадионе появятся две раздевалки для двух футбольных команд, необходимые санитарные помещения, и на втором уровне трибуны будут размещены комментаторская и вип-ложа. Совсем скоро постояльцы дома-интерната общего типа для престарелых и инвалидов в Черкесске переедут в новое здание. Оно построено по соседству со старым, но является абсолютно современным и качественно оборудованным корпусом. Об этом рассказала первозаместитель министра труда и социального развития республики Мадина Шаева. Сейчас необходимое оборудование закуплено, необходимая мебель закуплена. Сейчас вот все устанавливается. Когда созданы будут все условия для обеспечения жилья деятельности, для предоставления качественных услуг жильцам, мы переселим всех наших получателей социальных услуг, то есть граждан пожилого возраста и инвалидов. Городской суд Карачаевска вынес обвинительный приговор местному жителю. По версии следствия, восемь жителей различных регионов объединились и создали преступное сообщество с целью хищения денежных средств граждан. Установлено, что обвиняемые вместе с сообщниками на известной интернет-площадке размещали объявление о продаже товаров или предоставлении услуг по ценам ниже рыночных. Злоумышленники предлагали гражданам перечислить предоплату за заинтересовавший товар или услугу на расчетные счета третьих лиц. После получения денежных средств они переставали выходить на связь. Доказана причастность обвиняемого 39 фактам мошенничества. Суд признал местного жителя виновным и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Двое других фигурантов скрылись и объявлены в международный розыск. За сутки двое доверчивых жителей республики лишились денежных средств. В полицию обратилась 65-летняя жительница станицы Кордоникской. Потерпевшая пояснила, что разместила в интернете объявление о продаже своего частного домовладения. В этот ждень ей позвонил неизвестный и сообщил, что готов купить дом и внести предоплату в размере 100 тысяч рублей на ее банковскую карту. И после перевода денежных средств она должна продиктовать ему код, который придет ей в сообщении, на что гражданка согласилась. После того, как она продиктовала код, с ее карты списались денежные средства в размере 11 тысяч рублей. В этот же день в полицию обратился 65-летний житель аула Эркенхалк с заявлением о том, что ему позвонили неизвестные и сказали, что он может выиграть миллион рублей. Но для этого нужно открыть счет. Денежных средств у потерпевшего не оказалось, и неизвестное лицо обманным путем убедило потерпевшего оформить кредит. Затем похитило денежные средства в размере 250 тысяч рублей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Праздничные мероприятия, посвященные Дню культуры народа Абаза, состоятся 23 июля в Парке культуры и отдыха «Зеленый остров» города Черкеска. В рамках праздничного мероприятия будет представлен Абазинский двор с национальной кухней, народное искусство. Кроме того, пройдет концерт абазинской и абхазской песни и танца, абазинские игры, а также аквагрим и роспись по ткани. Мероприятие проводит Международное объединение Алашара при поддержке Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами катка временна дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь с градом. Ветер с северной четверти 5-10 метров в секунду. Днем в горах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 22, в горах местами до плюс 16. В Черкесии переменная облачность. Ветер с северной четверти 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 21 градуса. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!